В итоге у нас в институте мы выполнили операцию в объеме тотальной перитонной мектомии, то есть удалили всю париетальную брюшину с удалением матки с придатками, с удалением селезенки, желчного пузыря, с выполнением правосторонней гемиколоктомии. Удалены были все видимые узлы, и операция была завершена сеансом внутребрюшной гипертерамической химиоперфузии с использованием цисплотина и доксорубицина, растворенных в физиологическом растворе, нагретом до 42 градусов в течение 60 минут. Окончательный индекс перитониального канцерматоза составил 22 балла. Я, конечно, очень извиняюсь, но мы не готовы сейчас выслушать случай полностью из-за времени. Да, я поняла. Извините нас, пожалуйста. Мы хотим просто... Вы скажите, у вас удачно получилось это все? Да. Замечательно. Это фотография непосредственно с операцией. И теперь результаты голосования. Пожалуйста. Позвольте единственное остановиться на моменте. Окончательное гистологическое исследование показало, что это муцинозная опухоль червеобразного отростка low-grade. То есть имеет категорию PTNC to N0, M1B. Что у нас с голосованием? Большая часть проголосовала за циторедуктивную операцию с применением химиоперфузии. Только 18% проголосовала за химиотерапию. У нас было четверть процентов, 25% аудитории выступало за химиотерапию. И 65% за циторедуктивную операцию. Часть аудитории голосовала за циторедуктивную операцию без хайпэк. В результате у нас циторедуктивную операцию без хайпэк никто не поддерживает. Уменьшилось количество голосующих за химиотерапию. И большинство голосует теперь за циторедуктивную операцию с хайпэк. И мы должны понимать, что здесь имеет особая гистология, которая мало чувствительна к химиотерапии. И мы должны это, конечно, учитывать абсолютно в том, чтобы мы принимали решение вашей ситуации. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.